И вот вопрос, сумеет ли выдержать это испытание Даниил Лайхин. Ну и, конечно же, для этого парня из Штутгарта этот поединок – это как раз возможность подняться на совершенно иной уровень. В случае, если он выигрывает сегодня, он уже однозначно попадает в элиту смешанных единоборств мировых в данной весовой категории. Ну что же, началось? Очень осторожно бойцы начинают бой. Видно, что Лайхин немного осторожничает, но Бэткарон в своей манере. Он никогда не кидается вперед, он очень размеренный, такой собранный, концентрированный такой боец. Он всегда выжидает своего шанса и при малейшем моменте наносит такие разящие атаки. Суперлегкий вес, до 66 килограммов. И здесь очень скоростные бойцы, при этом у которых уже есть определенная мощь. Много здесь накультеров. Вспомним того же Шахбулата Шамхалаева, который просто убирал со своего пути одного за другим соперников и в итоге проиграл чемпионский бой Карону. Но Карон в том бою очень грамотно, тактически себя проявил. Он не стал зарубаться с Шабулатом в стойке. Он перевел быстрый бой в борьбу и вот смог завершить удушающим приемом. Видите, насколько точные и такие выверенные движения у Карона. Здесь сейчас Вайхель больше суетится, ищет подходы вот к этой защите Карона. Ищет варианты какой-то эффективной атаки, но вот пока не находит, на мой взгляд. Карона жестко и быстро встречает. Рассчитывая на определенное преимущество своей ударной техники, но пока что, да, побыстрее, помощнее выглядит. Вот сейчас правый прямой проходит у Вайхеля. Да, нашел брешь в защите Карона Вайхеля. И я думаю, что сейчас это ему надо свое преимущество закреплять. Нужно снова атаковать первым номером и пытаться попасть в те бреши, которые возникают все-таки в защите у Карона. В общем, Вайхель обычно позиционировался как такой, как именно борец. Прежде всего, сейчас попадание пальцем, вот несмотря на эту новую структуру перчаток, да, о которой мы сегодня уже упоминали. Но вот это беда смешанных единобор сейчас. Очень много таких попаданий пальцами в глаза. Именно поэтому Белатер разработали новые перчатки, которые вроде как не позволяют попадать пальцами в глаза, но, тем не менее, видите, вот в таких клинчах все-таки бывают моменты. Здесь сейчас для Карона очень важный момент. Он начинает упускать инициативу, пропускает вот еще один такой легкий удар. И для него важно наверстать упущенное, все-таки инициативу забрать, чтобы не проиграть раунд. Он работал вторым номером. Сейчас вот в отдельных моментах он начинает работать первым, вот как сейчас. Начинает атаку и пытается ее закрепить. Да, но Вайхель тоже молодец. Он пытается возвращать все атаки соперника. Только пропускает, сразу же идет вперед. Вот обратите внимание, там, миддл кик Вайхель пропускает, сразу же отвечает в лоу. И вот, допустим, сейчас атака с джеба, начинавшаяся у Карона. И сразу же Вайхель отвечает тоже серией. Не дает он спуска своему сопернику. И уже вот как в начале Вайхель выглядел по... Взренне, Карон выглядел пожестче. Сейчас примерное равенство. Очень равный раунд. Очень равный, я бы сказал, до ошибки. Вот у спортсмена так сосредоточенно, сконцентрировано больше на том, чтобы не ошибиться, поэтому нет таких серийных каких-то, длинных атак. Все-таки пытается не ошибиться. Вот сейчас очень хорошее, эффективное движение от Вайхеля. Такой подбив, подсечка. Очень эффективное действие. Может сыграть свою роль при определении победителя. И еще раз, еще раз, да. Два раза подряд роняет прямо. Вот эта подсечка такая, прямо, не знаю, из дзюдо, наверное. Очень хороший отработанный прием. И два раза подряд отлично сделал Вайхеля. Просто отлично. Да, причем под переднюю ногу. Это кажется изначально, что лоу-кик. Но в итоге продолжается движение. И просто вылетает нога, теряет равновесие Карон. И оказывается на конвасе. Два раза подряд. Несколько растерян Карон. После этих движений видно, что уже потерял. Но ритм боя несколько потерял. Такую заряженность на атаку. И вот сейчас все больше настороженно. Все-таки опять возвращается к работе вторым номером. В размене соперники в концовке этого первого раунда. Ну, что ж, чтобы сказать-то. Меня просто поражает с каждым разом, насколько растет Вайхель от поединка к поединку. И здесь вот насколько он вырос, как ударник. Я помню его бои в М1. Особенно там бои 3-4 года назад. Когда он просто был обычный борец. С очень посредственной ударной техникой. И в кого он превратился сейчас. Вот что означает постоянная работа. Мы уже говорили сегодня, что для спортсмена важно расти, важно развиваться. Вы посмотрите, он доминирует в концовке первого раунда. Да, он просто разбирает Карона в стойке. Кто бы мог подумать. Даже у действующего чемпиона Питбуля Фрейре не было такого преимущества, как в концовке первого раунда над Пэтом Кереном. Видно, что Пэт Керен озадачен, очень озадачен концовкой. Ему сейчас необходимо искать все-таки решение для того, чтобы перестроить свой бой и получать преимущество над Вайхель. Но Вайхель молодец. Просто молодец. И вот мы еще раз видим на повторе, как несколько ударов все-таки попали в цель. Если к этому прибавить его две эффективные подсечки, которые мы видели в середине рауа, то сомнений не остается. Он этот раунд выиграл. Да, но эти подсечки, наверное, можно к тейкдауном приравнять. Потому что сбрасывал он на настил клетки соперника. А самое главное, что они внесли некое замешательство в действия Керена. Он явно не ожидал таких действий. И вот эти неожиданные действия, они всегда сбивают противника с толку. Всегда нарушают ритм боя, сбивают план, который был выстроен на раунд. И всегда вот такие неожиданные эффективные действия имеют свою пользу. Вот показывают нам наиболее яркие моменты первого раунда. И вот здесь тоже микро-момент, если вы видели, все-таки несколько зарвался, когда Вайхель получил ответный удар от Керена. Все-таки соперники мастеровиты, и здесь очень важно не ошибаться. Малейший шанс он будет использован. И с одной, и с другой стороны. Такая шахматная партия была вот в первом раунде. Сейчас посмотрим, как она продлится во втором. Не переходит бой в откровенную такую зарубу, не переходит в размен. Пытаются соперники переиграть, передумать больше, наверное, друг друга. Да, причем ритм изначально такой, достаточно средний этого поединка. Нет такого, помните, как поединок Уилл Брукс-Майкл Чендлер, где просто огромное количество энергии пытался Чендлер задавить Брукса сначала, но в итоге тот как бы пересилил и выиграл тот бой. А здесь абсолютно с вами согласен. Такое ощущение, что именно идет прежде всего тактическая игра. И пытаются как-то перехитрить друг друга соперники. Ну вот у Вайхеля получается удивлять раз за разом Кэрона. Сначала в первом раунде удивил посечкой, а сейчас вы видите такая смена уровня. Показал вроде движение вниз, имитируя проход в ноги. И тут же левым крюком попал в голову. И все время путает его Вайхель. Путает удары руками, совмещает с ударами ногами и вот такими имитацией борьбы. Но пока в борьбу откровенно не идет, ведет бой в стойке. И это приносит ему определенный успех. У Кэрона можно предположить, что, ну учитывая, конечно, весь его универсализм, что были определенные мысли о том, что удастся доминировать в стойке. Вот сейчас джеб, то есть жесткий попадает Кэрон. Но не ожидал он. Видно, что не ожидал такого от Вайхеля. Вот. Поэтому сейчас несколько вынужден перестраиваться. Видимо, тактических вариантов плана Б, как мы говорим, плана С на бой выработано не было. Продолжает Вайхель работать первым номером. Идет он вперед, как правило. Но очевидно, что это происходит только по той причине, что такую тактику приемлет Пэт Каран. Такой сценарий этого поединка. Как только американцу надо, он, вот как сейчас, например, в этом эпизоде, идет вперед. И правый боковой попадает. От Вайхель навстречу. Опять же запутал его сменой уровней. Показал левой рукой, что будет в корпус. И правым криком попал в голову. Вот эта смена уровня, раздергивание, так называемое, противника, оно обескуражило Карана. И он сейчас запутался. Он не знает, чего ждать от Вайхеля. И вот в этом, конечно, большое тактическое преимущество Вайхеля. Ему удалось удивить соперника. Удалось заставить его нервничать, заставить его дергаться. Да, и на любую атаку Карана продолжает отвечать своими контратаками Вайхель. Но надо, наверное, вот если посоветовать что-то по эту Карану, то, наверное, можно дать такой совет, что необходимо как-то взвинчивать темп. Иначе как-то все получается грустно пока что для него. Понятно, что это мастер высочайшего уровня. И в любой момент может он выдать какой-то сюрприз, вытащить козырь из рукава. Ну, конечно, он работает вторым номером. Если он будет так и продолжать вторым номером работать, он бой проиграет. Но идти работать сразу первым номером, идти в атаку при такой точности, которую показывает Вайхель, и при его вот такой жесткости, я думаю, что опасно. И вот то решение, которое нашел Пэт Каран, он решил побороться. Я думаю, что изначально в плане не было такого у Пэта Карана, зная все-таки борцовские навыки Дэниела Вайхеля. Но, тем не менее, бой шел по такому сценарию, что выхода другого у Пэта Карана не было. Зная его универсализм, опять же, мы считаем, что он может попробовать и побороться с Вайхелем, по крайней мере, для того, чтобы сбить вот этот ритм, в который он попал, для того, чтобы вот тот настрой, ту точность, которая была у Вайхеля, все-таки ее попытаться сменить. Ну, Вайхеля мы знаем как великолепного грэпплера, который может практически из любой ситуации сделать из ничего болевой. Вот сейчас снизу Вайхель пытался выполнить, ну, выйти на болевой прием, но пока что Каран безупречно действует. И остается Вайхелю только обороняться, причем обороняться пассивно. Ну, вот удается Карану забрать концовку, вот все-таки тейкдауном и активными действиями в партере. Возможно, вот как раз концовка повлияет на исход второго раунда в записках судейских. Да, раунд очень равный, возможно, да, вот именно этот тейкдаун сыграет определенную роль. Но, если уж так судить, то по раундам 1-1 в таком случае. Оба раунда очень близкие, и все решится в третьей пятиминутке. Послушаем, что говорят секунданты. А, ну и видим, что говорят Карану, да, что надо бороться. Хватит уже доиграть. Вот за перестрелку, говорят, в этой перестрелке ты проигрываешь. Давай к борьбе, ищи свой шанс, и все будет в порядке. Да, и про попытки все-таки взять спину, да, зайти за спину, я думаю, что правильные абсолютно подсказки. Видно, что в стойке Карану при таком раскладе, при таком ходе боя ловить нечего. И для того, чтобы все-таки оказаться победителем, тоже о чем говорил секундант, ему нужно менять рисунок боя, менять тактику свою. В борьбе в конце второго раунда он получил некоторое преимущество. Возможно, это преимущество стоит закрепить. Но, тем не менее, третий раунд вновь начинается в размене. Но сейчас очень важен будет тот фактор, кто же кого в итоге перехитрит. И удастся ли Карану опять выполнить тейкдаун, или все-таки в доминирующей позиции окажется Вайхель. А там уж в партере мы знаем, насколько он опасен. Продолжает поддавливать Вайхель. Очень сильно прибавил, конечно, в ударной технике Вайхель. И он не уступает сейчас ни в чем практически Карану. Но самое главное, переигрывает его по точности и по скорости удара. Пытался сейчас осуществить проход в ноги Вайхель. И вновь такая многоударная комбинация. Начал с лоу-кика, затем левый, правый. И в ноги проходит Вайхель. Сразу же вскакивает Каран. Кончился там октагон. Но тоже тактически правильное решение от Вайхеля. Если бы удалось свалить и закрепиться в этой позиции, то, конечно, он бы преимущество большое в третьем раунде получил. Учитывая, что он однозначно выиграл первый раунд. И, возможно, там равный. И кто-то из судей отдал бы ему победу в раунде втором. То победа в третьем раунде его гарантированно делает победителем этого боя. Здесь победа по очкам, она не менее цена, чем победа чистая. Вот снова продолжает Вайхель реализовывать эту стратегию. Все-таки попытаться закрепиться в борьбе. И до конца раунда провести в доминирующем положении в партии. Сейчас-таки этот раунд отличается разительно от первых двух. Такие обоюдные попытки переводов. И причем оба спортсмена демонстрируют великолепный навык именно защиты от партера. Но сейчас как-то слишком прямолинейно Вайхель пошел вперед. Пошел в ноги. Ну вот у опытных бойцов такие переходы в партеры не могут чередоваться с серией ударов руками-ногами. И тут никогда не знаешь, что от них ожидать в данный конкретный момент. Здесь уже стало очевидно, что просто так пройти в ноги не удастся ни тому, ни другому. И необходимо, да, как-то скрывать, как-то прятать вот этот проход. И переводить, возможно, после удачного попадания. Он пытается Пэт Карен поймать на свои уловки Даниила Вайхеля, но не ведется. Он все четко видит, видит все обманные движения, видит удары руками. Обычно Пэт Карен очень точно попадает себя руками. Но в этом бою вот обескуражил его Вайхель, сбился прицел у Пэта Карена. Он раз за разом еще и пропускает к тому же. Удачный захват за ногу и перевод все-таки добивается этого Вайхель. Возможно, сейчас мы наблюдаем ключевой момент этого поединка. Не удалось закрепиться Даниилу Вайхелю, хотя если бы он закрепился в этом положении, то смог бы наверняка продержаться до конца раунда в нем. Но Пэт Карен, он есть Пэт Карен, он из любых положений знает выход. И здесь также быстро и эффективно вышел. Понимаю, что в такой позиции ему до конца раунда лежать абсолютно бессмысленно. Ищет свой шанс в стойке, уже пытается атаковать первым номером. Понимаю, что время уходит, а преимущества у него в этом бою нет. Мы не забываем, что у Карена все-таки базовый его стиль. Это вольная борьба. Тоже выступал он на достаточно высоком уровне. А сейчас попытка Кимуру выполнить, или уже нет этой попытки, просто прижимает к сетке своего оппонента Даниилу Вайхелю. Время идет, осталось меньше минуты уже до конца боя. Очень напряженный, очень интересный бой, в котором на данный момент времени переигрывает своего оппонента Даниилу Вайхелю. Переигрывает, возможно, вопреки ожиданиям многих. Сейчас попадает Карен и сразу же отвечает двойкой, даже тройкой. Вайхель. Ни одного практически попадания соперника за все три раунда Вайхель не оставил. Безнаказанным. Вот мы видим, насколько он чуть-чуть, но быстрее все равно Карена оказывается. Вот даже в этом размене джебами осталось больше силы у Вайхеля. Видно, что лучше подготовлен физически. Удивил он своим тактическим планом на бой Карена. Не стал бороться, провел весь бой в стойке. Поражает своим прогрессом по ударной технике, конечно, Вайхель. Это говорит о том, что каждый боец может и должен развиваться. И тейкдаун на последних секундах. Тейкдаун неудачный. И видели сейчас, как ликующее скинул руки вверх секундант Данииле Вайхеля. Да, великолепный бой мы с вами увидели. Высочайшего уровня мастера. Ну что же, ожидаем решения судей. И, пожалуй, вот это тот самый момент, когда решение может стать неожиданным. Но лично для меня, думаю, Константин, и для вас тоже. Тут, в принципе, ситуация достаточно очевидна. Небольшое преимущество, да. Но все-таки Вайхель должен стать победителем этого поединка. Да, я считаю, что Вайхель, конечно, одержал победу в этом поединке. Переиграл опытного Пета Карена. Своего движения, его тактика, самое главное, на бой была неожиданной. И он заслужил победу. Ну что ж, пауза, идет подсчет голосов, идет подсчет судейских мнений. Ну а мы пока посмотрим... Ну, здесь нам показывают лучшие моменты не только этого поединка, но и других. Крис Ханекатт, как заканчивал поединок с Клейтоном Макферлейном, нам показывают. Технический нокаут в третьем раунде. И сальто назад, как знак победы, торжества, вернее, да, в честь своей победы. Да, очень важный этот поединок был для обоих спортсменов. Ну вот, сильнейший одержал победу. И напомню вам, что Крис Ханекатт, человек, у которого теперь шесть боев, шесть побед. Но, скорее всего, дадут ему кому-то, кого-то уже из тех, кто участвовал в гран-при полусреднего веса. Во времена, когда были гран-при в Галатаре. Ну, это спорт. Чем больше ты выигрываешь, тем сильнее становятся твои соперники. И поэтому многие спортсмены вот этот путь к вершине должны пройти именно так, поэтапно. Некая пауза возникла перед объявлением результата боя Пэт Каррона и Дэниэл Уэйхель. Но мне бы хотелось, Ян, порассуждать о том, что же ждет Уэйхель в случае его победы в этом бою. А мы почему-то с вами уверены, что он победу в этом бою одержит, если судьи будут объективны. Мне кажется, что Дэниэл Уэйхель своим шансом воспользовался и вполне заслуживает претендентский бой. Может быть, даже в ближайшее время. Либо с Дэниэлем Штраусом, как еще один претендентский бой. Либо сразу чемпионский бой с Питболем Фрейры. Патриция Питболем Фрейры, да. И то, и другое будет очень интересным. И почему-то мне кажется, что с Дэниэлем Штраусом, Дэниэлю Уэйхелю, скорее всего, удастся разобраться. Там, наверное, вот опять же, по тому, что мы сейчас увидели, он все-таки будет фаворитом. Ну, а у Алмаза объявление победителя. Питболем Фрейры. Раздельным решением, причем 29-28 отдавали судьи. Два судьи отдали 2-1 по раунду в пользу Уэйхеля. Один судья отдал в пользу Петта Карона. Ну, вот, на мой взгляд, решение должно быть, конечно, нераздельное. Одиногласное решение судьи. Вот со счетом 29-28 я абсолютно согласен. То есть второй раунд можно было отдать Петту Карону за те активные действия, которые были в концовке раунда по тейкдаун. И вот вопрос, сумеет ли выдержать это испытание Даниэл Лахин. Ну, и, конечно же, для этого парня из Штутгарта этот поединок – это как раз возможность подняться на совершенно иной уровень. В случае, если он выигрывает сегодня, он уже однозначно попадает в элиту смешанных единоборств мировых в данной весовой категории. Ну, что же, началось? Очень осторожно бойцы начинают бой. Видно, что Вахель немного осторожничает. Но Петт Карон в своей манере. Он никогда не кидается вперед. Он очень размеренный, такой собранный, концентрированный такой боец. Он всегда выжидает своего шанса и при малейшем моменте наносит вот такие разящие атаки. Суперлегкий вес, до 66 килограммов. И здесь очень скоростные бойцы, при этом у которых уже есть определенная мощь. Много здесь накультеров. Вспомним того же Шагулата Шамхалаева, который просто убирал со своего пути одного за другим соперников и в итоге проиграл чемпионский бой Карону. Ну, Карон в том бою очень грамотно, тактически себя проявил. Он не стал зарубаться с Шаблатом в стойке. Он перевел быстрый бой в борьбу. И вот смог завершить удушающим приемом. Видите, насколько точные и такие выверенные движения у Карона. Здесь сейчас Вахель больше суетится, ищет подходы вот к этой защите Карона. Ищет варианты какой-то эффективной атаки, но вот пока не находит, на мой взгляд. Карона жестко и быстро встречает. Рассчитывая на определенное преимущество своей ударной техники, но пока что, да, побыстрее, помощнее выглядит. Вот сейчас правый прямой проходит у Вахеля. Да, нашел брешь в защите Карона Вахеля. И я думаю, что сейчас это ему надо свое преимущество закреплять. Нужно снова атаковать первым номером и пытаться попасть в те бреши, которые возникают все-таки в защите у Карона. В общем, Вахель обычно позиционировался как такой, как именно борец. Прежде всего, сейчас попадание пальцем, вот несмотря на эту новую структуру перчаток, да, о которой мы сегодня уже упоминали. Но вот это беда смешанных единобор сейчас. Очень много таких попаданий пальцами в глаза. Именно поэтому Белатер разработали новые перчатки, которые вроде как не позволяют позволить,